Одна река, две области и километры сетей. Сразу несколько случаев незаконной рыбалки пресекли инспекторы природоохраны. В одном из случаев в Гомельской области незаконный улов местного рыбака составил больше 50 килограммов. На той же реке Сош, но уже в Могилевской области неравнодушные граждане помогли задержать браконьеров с 17 сетями. У одного уголовное дело, у второго пока под вопросом. Подробности у Александра Камовича. С приходом тепла в Беларуси учащаются случаи незаконного рыбного лова. Так любителям забросить сеть в последнее время приглянулась река Сош. В Чечерском районе с поличным задержали жители деревни Залесье. Заметили рыбака в тот момент, когда он уже причаливал к берегу. В лодке нашли и главные улики – 52 килограмма рыбы. За такой незаконный улов в период нереста ему придется возмещать довольно крупную сумму – около 8 тысяч рублей. При разбирательстве оказалось, что этого мужчину инспекторы уже знают. Его задерживали неоднократно. Неоднократно он был судим и даже отбывал срок тюремный. Но, тем не менее, снова решился на нарушение. Еще одних любителей незаконного промысла удалось задержать благодаря местному рыбаку. Причем на той же реке Сош, только уже в Могилевской области. Компания из Кричева остановилась возле деревни Горки, чтобы порыбачить. Правда, вместо удочек захватили несколько мешков с сетями. Такой джентльменский набор в машине привлек внимание общественного инспектора, который оказался на берегу реки. Он передал информацию в госинспекцию. Прибывшие на место сотрудники природоохраны обнаружили в багажнике автомобиля 17 сетей. Общим размером почти в километр. Инспекторы отмечают, страшно подумать, сколько нерестившейся рыбы могло туда попасть. В данном случае даже нахождение с запрещенными орудиями лова в километровой зоне от водоема уже считается нарушением. А во время нереста даже лодка может стать таким запрещенным инструментом. Скорее всего, эти запрещенные орудия собирались использовать для незаконного лова рыбы. И также выяснилось, что мужчина, которому принадлежат сети, уже ранее привлекался за лов рыбы запрещенными орудиями, сетными экранами, тоже на СОЖе. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное нарушение в течение года. В инспекции природоохраны отмечают, что зачастую попавшиеся браконьеры это уже рецидивисты. И то ли по глупости, то ли с жадности многих не пугают ни крупные штрафы, ни статьи Уголовного кодекса. Александр Камович, Алексей Правдиков, Зона Икс.